Это у меня шоколадная паста по-быстрому и очень вкусному из... вот чего, из вкуснятинки, из кедровых ядрышек. В общем, кедровые ядра взяла где-то пару стаканов, например, смолола при помощи блендера, добавила муки, например, вот этой льняной, пару столовых ложек, можно 3 столовые ложки, они густоту дают такую, омега-3 масла, там все дела. Можно потом варенье, кстати, в шоколад добавить, ну это так, как подсластитель, можно не добавлять, можно мёд добавить, как подсластитель, можно финик добавить, можно горький шоколад сделать, ну всякое можно. Вот кокосовое масло тоже можно добавлять, можно не добавлять, в принципе, ядрышки кедра, они жирные, есть же орешки всякие, жирненькие, в них есть жирность, можно не добавлять, но я добавила где-то 2 столовые ложки, допустим, добавила мягкого кокосового масла, Ну, постояло оно у меня немножко на солнышке, стало мягонькое. Сначала смешала сухие ингредиенты. Какао, например, полстакана. Вот кедровые ядрышки, пару стаканов, допустим, как основа. Немножко добавила туда ванилинчиком, так, для вкуса. Он приятный вкус такой делает, запах. Финики можно добавлять, можно не добавлять. Говорю, изюм там, что-нибудь такое, по желанию, так, хочется, добавила. Не хочется, не добавила, а то варенье добавлю какого-нибудь малинового. Тоже вкусно. Смешала, в общем, всё это дело. Поставила в холодильник, ночку постояла. Паста густая стала, такая вкусная вообще. Вон она какая. Можно конфеты налепить, можно, ну, хоть что, можно. Всё можно, в общем, сникерс целый слепить, там добавить арахис какой-нибудь. Будет как степ паста, тоже очень вкусно будет. Ну, ядрышки кедра содержат в себе масла шикарные, полезные, молодильные, витамин Е, все дела. Ну, и варенье так добавила, как подсластитель, это нужно не добавлять. Абрикосовая, это уже просто я ем сейчас, вот так вот захотелось, ещё слаще. Вообще, горький шоколад прекрасен, нужно ещё это не добавлять. Ну, это молочный, как бы типа считается, шоколад. Из кедровых ядрышек же молоко можно сделать. Вообще, из орехов, ореховое молоко, очень вкусное. Можно вот из тыквенных семечек сделать. Ну, их я предварительно вымачиваю в одиночь, например, вымачиваю. Потом чуть-чуть так подсушиваю, ну, так, чтобы они это, обтекли на ситечке, например. Потом их тоже добавляю, или перемалываю, или так. Они носят антипаразитарный эффект, будет шоколад с антипаразитарным уклоном, в общем. Ну, такой, можно сказать, тастус антипаразитарным уклоном, молодильную. Вот здесь же содержится. Способствует выработке мелатонина, витамин Е, всякие витамины, красоты. Здесь вообще всё есть, в ядрах, кедрах всё есть. Так вот.